Хочу вам рассказать о таком растении, как в эллиснере. Вот вы видите его. Это аквариумное растение. Произрастает оно в тропиках и субтропиках. Один вид встречается даже в южных районах России, в водоемах. Оно может как плавать в толще воды, так и укореняться в грунте. Размножается оно отводочками, то есть от материнского растения, более мелкие растения. Вот здесь вот видно, вот оно материнское растение идет. А вот от него уже пошел отводок, это уже молодое растение. Потом это можно перерезать, стебелек, где я пальчиком держу, и будет как отдельное растение жить. У нас в России проводились эксперименты по этому растению. Вот сейчас я покажу, как оно в аквариуме выглядит. Вот в аквариуме какие заросли его. Заросли его просто громадные, оно очень хорошо размножается, особенно на солнце. Так вот, в России проводились эксперименты, и было выведено, сейчас еще в другом аквариуме посмотрим. Вот здесь получше видно, как оно выглядит, это растение. Здесь получше видно. Вот оно. Вы, значит, были эксперименты для очистки источных вод, оно использовалось. В результате было выведено, что это растение практически там около 70% вредных веществ источных вод на себя принимает. Поэтому растение очень хорошо для аквариума, оно очищает воду. Потом рыбы питаются микроорганизмами, которые живут на его стеблях. Растение неприхотливы к температуре и так далее, только не надо обрезать его побеги, потому что они загнивать начинают вместе с реза. Так они могут вырастать до 70 сантиметров, поэтому, конечно, растение очень быстро засорять начинает аквариум. И нужно что-то делать с этим. Поэтому 2-3 растения, они самые дешевые. В аквариумном магазине, наверное, рублей 10-15 один кустик стоит. Да и многие даром отдают, если посмотреть в интернете. Для начинающего аквариумиста самое замечательное растение. Валиснерия. Вот.